Баскетбол это быстро развивающаяся командная игра, в которой правят безусловно лучшие игроки, обладающие уникальными способностями. Кто-то лучше всех кидает по кольцу, кто-то видит площадку, а кто-то защищается. Однако, как вы понимаете, далеко не всегда достаточно просто собрать таких баскетболистов в одном месте и дать им мяч. Для любой победы, любой организации в НБА нужен хороший тренер. Чтобы построить успешную команду, он должен уметь смотреть на игру иначе. О них не так часто говорят, и вы уже несколько роликов подряд просили меня сделать очередной топ, но на сей раз про представителей данного сложнейшего ремесла. Наконец-то я дошел и до этого. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. С вами, как всегда, канал Оранжевый Мяч, и в сегодняшнем ролике я бы хотел представить вам свою золотую десятку лучших тренеров в истории НБА. Она будет основана на достижениях этих специалистов, числе титулов побед и тренерских регалий. Ну и без субъективной оценки тут тоже никуда. Как всегда, напоминаю, это лишь мое частное мнение. Надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались на мой канал. Давайте по традиции постараемся пробить тысячу больших пальцев вверх для легендарных тренеров. И будем начинать. А спонсором сегодняшнего ролика, как всегда, являются наши друзья из Гетто Баскет. Данный магазин славится большим ассортиментом баскетбольной атрибутики, а также продукции других популярных брендов. Семилетний опыт на рынке, достойное качество, быстрая доставка и отзывчивый продавец. Все как всегда. Для того, чтобы выбрать что-то для себя и оформить нужный заказ, вы можете посетить телеграм-канал магазина, их паблик во ВКонтакте или официальную страницу Инстаграм. Ссылки, естественно, будут в описании. А тем, кто проживает в Уфе, советую посетить данный магазин лично и ознакомиться с ассортиментом. Адрес указан на экране. Выбирайте, покупайте и носите с удовольствием. Классных специалистов Как при работе со звездами, так и при работе с баскетбольными рабочими лошадками. Хочется вспомнить легендарного Дона Нельсона, крутейшего Джерри Слоуна, Майка Диантони и Рика Адельмана. Их объединяет настоящий профессионализм, множество тренерских наград и побед, но также отсутствие главного титула чемпиона НБА. Еще хочу отметить Билла Рассела, который после своей феноменальной карьеры игрока выиграл аж два титула НБА как тренер. И Рика Карлейла, который вместе со своим Далласом выиграл один из самых сложных финалов НБА в истории в 2011 году против Майами Хит и их Супертройки. Возможно я забыл кого-то еще, но в моей голове это выглядит примерно так. Теперь же давайте переходить к основной части нашего видео. Главный ветеран НБА по количеству матчей на тренерском мостике. Целых 32 сезона, 2487 игр. Ленни Уилкинс начинал свою карьеру еще в Сиэтл Суперсоникс в 1969 году, а заканчивал уже в Нью-Йорке. Особенностью деятельности данного тренера является тот факт, что руководил он в основном скромными по именам командами. При этом был у них любимым наставником, как правило. Даже несмотря на отсутствие каких-то суперлегенд под своим руководством, он дважды выводил Сиэтл в финал НБА и один раз забрал кубок Ларио Брайана. Случилось это в 1979. Все команды Ленни были разные и интересные. Он пытался не просто побеждать, но и раскрывать лучшие стороны своих баскетболистов. За это его и полюбили. К слову, Уилкинс единственный деятель НБА, который смог попасть в список 75 лучших игроков и 15 лучших тренеров в истории этого спорта. И я считаю, что это очень дорогого стоит. Поэтому Ленни открывает нашу десятку. Ларри Браун – единственный тренер в истории баскетбола, который выигрывал как титул NCAA, то есть чемпионата среди колледжей, так и чемпионство НБА. Он сделал себе имя как человек, способный прийти в любую проблемную франшизу и благодаря своему опыту, а также знаниям заставить своих подопечных играть в баскетбол, ориентированный на командную игру. Ларри Браун переворачивал проблемные франшизы, такие как Nets, Spurs, Clippers и Pacers, в довольно солидные коллективы. Именно он стал нужным тренером для второго созыва плохих парней из Детройта и взял с ними чемпионство в 2004-м, одолев сумасшедших Лейкер с четырьмя игроками Зала Славы в составе. У Ларри Брауна одна из самых продолжительных карьер в НБА. Этот человек повлиял на многие команды своим тренерским стилем и научил бесчисленное количество игроков ставить победу команды выше своих собственных интересов. Рэд Хольцман 14 лет подряд тренировал одну из самых известных франшиз НБА – Нью-Йорк Никс с 1968 по 1982. Он принес сразу два титула данной франшизе в 1970 и 1973 годах, а также единожды становился лучшим тренером года. Чтобы вы понимали уровень важности этого тренера для Нью-Йорка, достаточно знать, что ни один другой специалист более не приносил титул этой организации. Нью-Йорк – это настоящая мясорубка. Ни один город в США не привлекает такого огромного внимания СМИ и насмешек фанатов. Этот город попросту ломает людей, спортсменов и тренеров. Но Хольцмана он не сломал. Он тренировал Нью-Йорк ни разу не вздрогнув, привносил с собой непринужденное отношение, профессиональную этику и спокойствие в какой бы то ни было ситуации. Собственно, такое поведение передавалось и его игрокам, которые оставались хладнокровными в самые сложные моменты игры. Уильям Хольцман на законном восьмом месте моего топа. Кейси Джонс отыграл в НБА как баскетболист 9 сезонов, выиграв 8 чемпионских титулов с Бостоном. Но при этом никогда не считался суперзвездой, и возможно из-за этого в его амбициях осталась некая недосказанность. Кейси решил попробовать себя на тренерском мостике, пройдя путь от помощника главного тренера в Селтик с 78 по 83 годы, а затем взяв эту руководящую должность на себя. С 84 по 92 он и его Бостон взяли 5 финалов Восточной конференции и 2 чемпионских титула. Джонс запомнился общественности не просто как умный тренер, умеющий в тактику и стратегию. В первую очередь он умел слушать своих игроков и всегда считался с их мнением. Его стратегия управления была основана на демократическом подходе, что работает далеко не всегда. Но Джонс сделал это настолько органично, что добился значительного успеха. Поэтому я решил поставить его на седьмое место. Хотя тут все довольно спорно. Эпоха 80-х НБА принадлежала целиком и полностью Бостону и Лейкерс, которые оставались двумя самыми доминирующими франшизами тех лет. Однако с приходом именно этого тренера все изменилось. Чак Дейли и его Детройт ворвались в эту тусовку в 88 году, дойдя до финала. Но друзья, это поражение стало настоящим толчком к двум чемпионским титулам подряд в 89-м и 90-х годах. Особенностью команды Дейли была, конечно же, защита и плотная пека, если ее можно так назвать. Я бы сказал, что это скорее убийство нападающих соперника. Майкл Джордан не даст соврать. Билл Эймбер, Денис Родман и Рик Махорн играли в самый жесткий баскетбол, когда-либо существовавший в НБА. Самое главное, что до того времени никто в лиге не верил, что жесткая и дисциплинированная защита может выигрывать титулы. Чак Дейли и его прагматичный подход, а также чуткое руководство с самыми отмороженными игроками в лиге заставили всех пересмотреть свое мнение. Сейчас же фраза «Нападение выигрывает игры, а защита чемпионства» лежит на устах у многих поклонников баскетбола. Именно Дейли стал ее подтверждением. Наверное, впервые в истории НБА. Я долго думал, на какое место мне поставить Стива Кера. И поскольку не разделяю мнение о том, что этот специалист переоценен, поставил его в топ-5. Говорите, что хотите, но Стив Кер выиграл уже 4 чемпионских титула. Да, он, может быть, не создавал ту систему ГСВ, которую мы знаем и которую закладывал Марк Джексон. Но он довел ее до такого идеала и автоматизма, что это невозможно не замечать. А уж про титулы я вообще молчу. Стив Кер тренировал только одну команду. Он помог Стефу Карри, Клею Томпсону и Дреймонду Грину стать теми, кем они стали. Он помог даже Дюранту не чувствовать себя бедным родственником на этой пирушке и выиграть два титула МВП финалов НБА. Пять финалов подряд, еще один в прошлом году и чемпионство без Кейди. Гениальность Кера заключается в его способности сохранять спокойствие и позитивные ноты даже тогда, когда его команда находится на грани провала. Он научил своих ребят не просто играть в баскетбол, как они это умеют. Он показал им, что наслаждаться баскетболом – это самое главное в данном виде спорта. А дальше все пошло как нужно. Только один тренер в истории доводил до финала НБА три разные команды в трех разных десятилетиях. Пэт Райли выиграл четыре чемпионства с Лейкерс эпохи Шоу Тайм и один титул с Майами Кит. Он также выводил Нью-Йорк Никс в финал 1994 года, что в более-менее современной истории Нью-Йорка считается лучшим достижением. Райли тренировал таких легенд, как Мэджик Джонсон, Карим Абдулджабар, Патрик Юинг, Шакил Унил и Дуэйн Уэйд. При этом был очень гибким тренером, который менял свой стиль на протяжении всей карьеры. Он позволял Лейкерс Шоу Тайм чувствовать себя свободно и импровизировать на паркете. Затем уже в Нью-Йорке играл в прагматичный, неторопливый по темпу защитный баскетбол с центровым в качестве острия атаки. Ну и наконец в Майами Райли играл опираясь на лучшие качества дуэта Уэйда и Шака, отдавая им мяч практически на всю игру. Мы видели многих тренеров, которые всю карьеру придерживались одного стиля. И это не приносило им успеха, как например Майка Ди Антони. Райли же главный приспособленец к эпохам, в хорошем смысле слова. Он умел выстроить систему с любым подбором игроков и выжить из этого максимум. Абсолютно легендарный специалист, который занимает четвертое место в моем топе. Настало время для настоящих титанов тренерского цеха. Грег Попович также не нуждается в особом представлении. Человек более 25 лет тренирует одну и ту же команду. Такого в профессиональном спорте уже может никогда не повториться. Сейчас он является чуть ли не самым уважаемым человеком в лиге. Но мало кто вспомнит, что в свой первый чемпионский сезон в 99-м Поп мог бы быть уволен прямо на старте, а заменить его мог молодой и перспективный Дог Риверс. Ага, к счастью, в руководстве одумались и Спёрс выиграли. Грег — это легенда. 22 года подряд Сан-Антонио выходили в плей-офф, выиграли в общей сложности 5 чемпионских титулов, а их стиль игры, командное взаимодействие и никакого эгоизма стал образцом для лиги. Этот человек воспитал под своим крылом практически всех нынешних молодых и не очень тренеров и помощников тренеров НБА. Он воспитал Тима Данкана, Дэвида Робинсона, Тони Паркера, Ману Джинобили и многих других. Ещё Попович множество раз давал гениальные интервью, которые не могут не развеселить даже самого угрюмого фаната. Всё это Поп, воистину крутейший дед. Но даже он забирает только бронзу в этом топе. Рэд Ауэрбах наиболее известен одним маленьким, но таким крохотным фактиком. Человек выиграл 8 чемпионств подряд в качестве главного тренера одной из самых легендарных команд в истории НБА – Бостон Селтикс. Его стиль знают даже молодые парни из современной лиги. Крутейшая шляпа, вечно дымящаяся сигара, торчащая изо рта. Сейчас многие даже не представляют, насколько сильным он был мотиватором. Спортивные историки и эксперты называют его, возможно, лучшим оратором в истории спортивных командных соревнований. Не недооценивайте этого специалиста. Именно Ауэрбах убедил тот талантливейший состав Селтикс, состоящих из индивидуально сильных игроков, отодвинуть свою статистику и эго на второй план и играть в командный баскетбол. В то время как Уилл Чемберлин становился самым индивидуально ярким и сильным игроком, Бостон забирал титулы и разносил его в пух и прах. Билл Рассел, наверное, главный игрок, которого тренировал Рэд. Именно он был капитаном его команды. Именно он поддерживал его идею коллективизма и отбрасывания своего эго на задний план. Сейчас каждый тренер в лиге имеет помощников, диетологов, различного рода специалистов по всем вопросам. Ауэрбах делал все и всегда сам. Ни одного помощника, только дисциплина, мотивация и любовь к баскетболу. Это глыба мирового спорта. Мне кажется, первым местом в этом списке я мало кого смог удивить. Фил Джексон выиграл 11 титулов. И сделал это не в эпоху, когда в НБА было 10 команд. Он взял 6 гаек в 90-х, 3 титула в начале нулевых и 2 в конце этого же десятилетия. Его треугольное нападение вошло в учебники тактики НБА. Оно работало практически во всех командах, которые он тренировал. Фил Джексон не просто тренер, специализирующийся на плей-офф. Он буквально лучший тренер по проценту побед в регулярке в истории. Он привел Чикаго ко второму лучшему рекорду 72-10 в сезоне 95-96. Но в отличие от Golden State Warriors, которые забрали первое место в этом аспекте, все Чикаго потом и титул выиграли. Помимо тактики, Джексон был мастером психологии, который мог править мозги таким личностям, как Майкл Джордан, Скотти Пиппин, Денис Родман, Шакилу Нил и даже Коби Брайант. Он тушил такие пожары, которые другие тренеры и представить себе не могли. В его командах были бешеные парни уровня Родмана и Артеста, готовые разорвать всех вокруг. Были постоянные ссоры Джордана и Пиппина, Коби и Шака и так далее. Но сам факт, что в такой атмосфере и обстановке он забрал 11 трофеев, это просто вынос всего на свете. Фил Джексон лучший тренер в истории НБА. Вопросов тут быть не должно. А на этом в общем-то все. Надеюсь, что данное видео показалось вам как минимум занятным. Если вы не согласны со мной по какой бы то ни было из позиций, буду ждать ваше мнение в комментариях. Напоследок попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, там все самое свежее и интересное из мира НБА. Ссылки будут в закрепленном комментарии. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Услышимся в новых видео на моем канале. Любите баскетбол? Ни в коем случае не болейте. Всего вам доброго и до связи.